Дизель-шоу повертается! С новыми жартами, песнями и номерами! Первый большой концерт в Киеве! 26 лютого, 19.00, Палац Украина! Квитки на сайте дизельшоу.ком и контрамарка.ua У нас пассажиры такие крутые оказались, я им сказала все, как и все. Правильно, так и надо было. В общем, они информацию восприняли нормально, а только одна женщина попросила Велидол, у нее сегодня день рождения. Иди, Яна, работай! Закрылки! Яна, доложить остановку в салоне! Короче, все круто, но чтоб пусик закончился, пришлось переходить на вискарин. Эта именинница запивает Велидол в миске, в общем, звучат тосты. Я прошу прощения, все интересуются, как она у нас будет? Так иди уже! Все, на! Равняй, равняй! Равняю! И на тебя! Вот сейчас, движи, Женя, давай! Да! Хорошо! Молодец! Яна, что с тобой? Не хочу последнюю минуту встречать в рабочей одежде. Ай, не надо, Яночка. Дочка, удалось нам выровнять борт. Теперь дотянем до аэропорта, точно! Иди, обрадуй пассажиров. Молодец, Женя, молодец! Ой! Ну что, Яна, как пассажиры у вас приняли радостную новость? Эх, вы такой праздник испортили. Вот я вам скажу такое. Они, конечно же, эти люди выживут, но в глаза друг другу они уже смотреть не смогут. Ах, боже, что ж так плохо-то, а? Наверное, потому что вчера было хорошо. О, этот закон сохранения энергии долбаный! Или я отказываюсь от рейсов на Лас-Вегас, или у меня откажет печень. Ой, а спать как хочется. Я сегодня ночью только 15 минут спал. Когда это ты успел? Ну, пока на американских горках вот это вот катались, так прикорнул. А американские горки были лишними. Я думаю, чего он меня так мутит? Ударь меня. Ударь меня, пожалуйста, я ночью усну. Ты гений. Ударь. Блатье ты! Это больно так, слышишь? Ты же сам просил меня ударить. Ай! Ты его дерешься, ты же просил меня ударить. Ты сам меня просил ударить меня. Я тебя сейчас покажу. Сейчас я не буду. Блатье, блатье. Блатье, блатье. Это что такое? А ну-ка вставай, муженек. Что? Какой тебе муженек? А когда вчера в Вегасе мы расписывались, ты совсем другое говорим. Что? Расписывались? Да. А после прилета обещал мне первую брачную ночь. Мне что-то я знаю, что ли. Вы что, не расписались, что ли? Да нет, я соврала. Теперь наш командир не уснет несколько суток. Ни с кем я, кроме тебя, Женечка, не расписывалась. Чего? Да-да. Ну вот, теперь долетим спокойно. Гурген Георгиевич, вы когда икайте, отпускайте штурвал. Там пассажиры все в шоке, наверное. А ладно, Женечка, они все равно думают, что это воздушная яма. Мы так часто вздрагиваем, что у них такое ощущение, что мы не летим, а едем по трассе Кривой Рог Николаев. Это, наверное, меня моя манана вспоминает. Скучает, наверное. А если бы я и просто забыл ключи от дома перед полетом отдать, наверное, сидит перед дверью и вспоминает. Может, вам водички попить, а? Эй, грузин пьет водичку только в одном случае, когда тонет. Тогда вина выпейте. Эй, вино помогает только первые два-три литра, а потом опять икота возвращается. А почему бы не остановиться на двух-трех литрах? Грузин останавливается пить вино только когда он умер. А если вино закончилось? Если вино закончилось, значит, он не настоящий грузин. Ой, что делаете? Мы летим или подпрыгиваем? Я вам то же самое говорю, Гурген Георгиевич. Хватит пикать, разобьемся же. Бурген Георгиевич, нам нельзя разбиться. Я скоро мамой стану, а вы папой. Что ты сказала? О, икота прошла, вот и хорошо. Я пошла обеды разносить. Подожди, Вика, что ты сказала? Я поштила так. Напугать хотела, чтобы вы перестали икать. Женя, Женя, что ты делаешь? Женя, успокойся. Гурген Георгиевич, вы все-таки станете отцом, только крестным. У нас Женя скоро маленький будет. Молодец, какую шутку придумала. Ну да, для одного из вас это шутка, а для другого правда. Вот кто из вас первый начнет икать, тот и папа. А я пока обед разнесу. Гурген Георгиевич, а можно вам личный вопрос? Угу. 84. Что 84? Ты хотел спросить, сколько у меня было женщин? 84? Нет, я хотел спросить, как вы делали предложение вашей жене. Тише, что ты так громко говоришь? Когда я в небе, я холостой. Тем более, при мне не надо говорить о моей жене. Не хочу портить настроение. Ты видел этого ангела, которая спустилась к нам в небес, чтобы сесть в наш самолет и снова вернуться обратно? Для вас, Гурген Георгиевич, каждая девушка ангел. А слушай, что такое говоришь? Это вообще особенный, аппетитная такая. Глаза, как виноград. Видел, да? Груц, как дыньки, попка, как персик. Гурген Георгиевич, хватит есть, захотелось. Вы не девушку, а фруктовый салат описываете. А что спрашивал про предложение? Что задумал? Я хочу сделать предложение нашей стюардессе Вике. Вау, Вика хорошая девушка. Кстати, в моем списке пока нет еще. Что значит еще? А, в смысле, ее там вообще не будет. Слово грузина. Сказал и забыл. Так, а что ты от меня хочешь, чтобы я благословил вас, что ли? Нет, можете, как вы это умеете красиво сделать, по громкой связи позвать ее к нам сюда в кабину, а я буду в это время на колени стоять и с кольцом. А, конечно, могу красиво сказать. Это у меня хорошо получается. Только ты как джигит становишься. Уважаемые пассажири, с вами говорит ваш любезнейший командир борта 458. Мы сейчас просим зайти к нам в кабину пилотов самую красивейшую, самую неподражаемую эту стюардессу экипажа любви для получения заслуженного наслаждения. Выходи из-за меня, Вика. Я согласна. Что? Это не вам, это Вике. Ну, вообще-то я Марина, но ты можешь меня назвать как угодно, хоть Анжелина Джули. Вы меня неправильно поняли. Правильно тебя поняла. Это предложение, от которого не отказываются. Пошли. Куда? Пошли. Первая брачная ночь у нас будет на высоте. Причем в прямом и переносном смысле этого слова. Я тебе гарантирую, Женя. Иди, иди. Ну что ж, Викуся, пускай ты в мой список не попадешь, но главное не попасть в список Марины. Все мужики козлы. Вика, я не обещал на тебе жениться. Да при чем здесь это? Я только что в салоне видела своего бывшего. С этой дурой, которой он от меня ушел. Вика, а у тебя каждую неделю летит какой-то бывший. Ну и что? И то за четыре года он меня даже на Черное море не свозил. А с этой баллонкой крашеной он, видите ли, в Таиланд сразу летит. Мальчики, помогите мне. Я ему морду бить не буду. Не надо никому бить морду. И в еду ничего подсыпать не надо. Вторую экстренную посадку за неделю нам никто не прости. Мальчик, я не об этом. Видите вон ту маленькую тучку с молниями? Давайте сквозь нее пролетим, пусть их хорошенько потрусит. А то у них рожи счастливые, а что ж на? Вика, ты в своем уме? Я не собираюсь рисковать 150-ю жизнью ради твоих амурных делищек. А самолет на автопилот поставить? И потом коньяк листать весь перелет? Это не риск. Это было один раз. А кума посадить вместо второго пилота? Потому что у него визы нет, а на отдых очень хочется. Вот это не риск, да? Это не кум, это мой брат был. У-у-у, мальчики. Снова на автопилоте, да? Ой, будет не очень хорошо, если начальство об этом узнает. Правда, мальчики? Правда? Ну хорошо, хорошо. Меняем курс на тучку с молниями. Вираж лево 30. Есть лево 30. Приготовились турбулентности. Класс, 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 класс. Ой, мальчики, вы бы это видели. Они чуть не... Спасибо вам большое, спасибо. Выка принеси валерьянке и штаны сухие принеси две пары. Приборы? Есть приборы. Готовность? Есть готовность. Убрать закрылки? Убираю. Выгнать курицу. А, есть выгнать курицу. Подождите, подождите. Ребята, мне нужна ваша помощь. Что, Яна, опять твой бивший на борту? Да нет, просто, понимаете, я уже 8 лет работаю стюардессой, и мне так уже изрядно надоели эти стандартные жесты. И я решила придумать новый, так сказать, ноу-хау. И хочу их проверить на пассажирах. Представляю эти жесты. От нас-то что нужно? Нет, я хочу проверить, все ли понятно. Давай. Хорошо. Жест номер один. И что он означает? Что твоего парня вот такой маленький? Гурген Георгиевич, нет. Это обозначает, уважаемые пассажиры, нам до посадки осталось чуть-чуть. Пожалуйста, проверьте, пристегнуты ли у вас ремни. Класс. Да? Класс. Все, мы будем взлетать уже? Нет, сейчас второй еще. Смотрите. А, можно я угадаю? Я сейчас замолкаю, и не буду мешать пилотам взлетать. Супер, понятно. Нет, упражнение. Нет, это обозначает, уважаемые пассажиры, мы влетаем в зону турбулентности. Пожалуйста, проверьте наличие бумажных пакетов. Класс. Супер. Яночка, слушай, мы сейчас пропустим очередь на взлет. Нет, нет, и еще. Третий, последний. И что это? Посмотрите, у меня новое колечко. Маникюр, смотри, какой у меня. А, я знаю, я морочу голову пилотам, и одному из них уже плохо. Женя, нет. Это обозначает, уважаемые пассажиры, не переживайте, досядем мы с одним двигателем. Я обещаю. Яна. А знаешь что, покажи им еще вот этот жест. Что означает, шампанское закончилось. О, клево, спасибо. Нет, нет, лучше смотри мой жест. Куркин Кюгорович, а что это обозначает? Это обозначает, если ты вертихвостка, сейчас же не видишь отсюда. Я тебе голову оторву, маной клянусь. Хорошо. Уважаемые дамы и господа, мы совершили посадку в Бресте. Спасибо. Всего доброго. Вы что, охренели совсем, что ли, а? Что? Вы где приземлились? В Бресте. В каком Бресте? В Бресте. В Беларусь. А нужно было в Бресте, во Франции. Как во Франции? А что, во Франции тоже есть Брест? Представь себе, есть. Да, это, наверное, какая-то ошибка. А, ошибка была с вами в рейс выходить. То забудет шассивы пустить, то сядет на военном аэродроме, нас трое суток там держит. Здорово. А продукты кто забыл в холодильник поставить? Потом еще через весь салон очередь в туалет стояла. Люди не могли еще целый час из самолета выйти, боялись. Женя, кто старое помянет, ему зуб выбью. Что мне людям говорить, а? А, ну что, ну, ну, успокойся там, сделай чай, елки сладенькие, это успокаивает. Угу, 140 человек успокоят. Они летели во Францию, сели в Беларуси. Здорово. А давайте объявим мем, что это был обед. Точно, обеда я им с прошлого рейса дам, и они на два часа о Франции забудут. Ага. Умничка моя. Как мы ей признаемся, что нам шенген не открыли? Никак. Полетим во Францию, пускай лучше нас там полиция примет, чем она нас тут прибьет. Ужаемые дома и господа, мы совершили специальную посадку, сюрприз, чтобы покушать. А потом мы вновь все в францию. Ну, а что в этом такого? У вас вон какая зарплата высокая, а мне еле на косметику хватает. И что ты придумала, предприниматель ты наш? Внимание, внимание, уважаемые дамы и господа, сегодня и только сегодня супер-пупер акция. Покупайте одну кастрюльку и в подарок гигиенический пакет. Покупайте две кастрюльки, и тогда ваша еда сегодня будет разогретой. Покупайте три кастрюльки, и вы можете выбрать бонус. Либо бутылочка шампанского, либо одноразовое курение в салоне. И ты думаешь, что вот на эту хрень поведется хотя бы один пассажир? Ну, вообще-то, кто-то же продал налево спасательные жилеты. А я говорю, что кастрюлька не тонет. Кстати, многие ведутся. Только идиот может повестись на это вот. Между прочим, ваш коллега клюнул. Сходил в туалет на свою голову. А если вы купите еще одну кастрюльку, то получите пароль от автопилота, который я, кстати, изменила. Вика, мы сегодня взлетим или нет? Как? Без автопилота? Пока все кастрюльки не купите, никуда не полетим. Вика, у нас уже деньги закончились. Ну, можете натурой. Дурачки, вы же в форме. Можете раздать еду в салоне или убраться. Кстати, две уборочки, это одна кастрюлька. Чур, я убираюсь. Я обеды разносить. Шалом, уважаемые пассажиры, вас приветствуют израильские авиалени. Мы напоминаем, что кроме обычной курицы или рыбы, вы можете заказать и кошерную пищу за отдельную плату. Если у вас или у вашего друга сегодня какой-то праздник, не стесняйтесь. В кабине пилота вы можете заказать для него песню за символическую плату. Спасательные жилеты находятся у стюардесс, вы можете их купить в любое время. Ну, если вы захотите прыгнуть с парашютом, то мы организуем для вас и такой аттракцион. Парулить самолетом 200 долларов. Можете его посадить за 500. Вряд ли у вас это получится, но за эти деньги мы готовы на это посмотреть. Я прошу прощения, но вы уже полчаса читаете вот эти ваши объявления. Когда мы взлетим? Взлетим? Сегодня? Молодой человек? Я вижу, вы не в курсе, но сегодня суббота. По субботам мы не летаем. Сегодня мы собрались, чтобы послушать пресс-курант, потом мы пообедаем и разойдемся по домам. Как разойдемся? Да у меня в билете вот написано прибытие 16-го числа. Вот. Вы не сюда смотрите. Вы смотрите вот сюда на цену, видите? Что это значит? 100 долларов. 100 долларов. А теперь идите и посмотрите, сколько стоит керосин. Мы в минус летаем. Машина, не мешайте работать. Бардак какой-то. А что вы говорите? Закройте дверь с той стороны. Ну что, все? С объявлениями да. Теперь по штрафам. Внимание! Уважаемые пассажиры, на нашем Барктуру работает гибкая система штрафов. Итак, если вы в туалете плохо за собой смели, это будет стоить 35 евро. на троих. Стюардесса Виктория, зайдите в кабину пилотов. Срочно! Что-то случилось? Смотри-ка. Случилось. Что? Вот. Я подумал, нам 8 часов лететь, может как-то скрасить полет. Женька! А где Гурген? Пошел в туалет. По-маленькому, а ты знаешь, что минут по 40. Ну да. Это все к чему-то или просто так? Да, хочу выпить за нас. Мы с тобой так давно работаем, нас столько всего вместе связывает, столько всего вспомнить можно. Ну да. Как, например, тот случай, когда ты узнала, что на борту алкоголь бесплатный. Да, помнишь, как ты мне волосы держала, я... А помнишь, в Таиланде, чтобы тебя лучше понимать, я пол поменял? А, точно. А потом ты полгода ждал обратный рейс в Таиланд, чтобы обратно его поменять. Вот дурочок. А помнишь, как ты мне из Голландии травы увозила через границу? Да, только я об этом не знала. Да. Ну ты бы не узнала, если бы ее не нашли. Ну да. А помнишь, как я твоего бывшего из самолета выкинул? Над Кишиневом. Помню. А помнишь, как ты сказал, что рейс захвачен и повез меня к бабушке в Житомир? Да. А там еще аэропорт был закрыт. Женька, это все не просто так, да? Ну, как бы да, я просто хотел спросить тебя, может быть, ты выйдешь за меня замуж? Женька, ну, я не знаю, мне надо подумать. Подумай скорее. У нас мало времени, сейчас или никогда. Хотя ты мне всегда нравился. Это тогда? Ну, если бы ты был первым пилотом, тогда да, а так как бы... Аааа, хотя если хочешь выйти замуж за генерала, выходи за лейтенанта. Но зарплата, честно говоря, у тебя маленькая. Ах, так. Женька, ты давай быстрее соглашайся, а то у нас там в салоне закончатся все бумажные пакетики. Ну, согласна, да, нет? Да, согласна. Все, иди разноси обеды. А ты романтик, в следующий раз, когда будешь делать предложение, громкую связь прикручать. Романтик. Куда? Вино для гостей. Да, угощайтесь. Эй, Женечка, родной, пойди где-то погуляй, а? Где погулять? Ну, по самолету пойди, пройдись туда-обратно, а? По самолету погулять? 30 метров туда, 30 метров обратно? Ну, не хочешь по самолету, пойди погуляй по туалету. Вы для меня авторитет. Ну? Я вас очень сильно уважаю. Так. Но почему я должен куда-то идти гулять? Я полноценный член экипажа, я такой же пилот, как и вы, и требую к себе должного уважения, хотя бы во время полета. Ладно, ладно, как скажешь. Ну, что это я? Ну-ка, ну-ка, слушай, Кирла Мутрова, я твои типу. Ты смотри вперед, за курсом следи, а? А вы не могли бы заниматься этим в другом месте? И что, оставить на тебя самолет? Послушай, ты, бесплатное приложение к штурвалу. Я даже в такой ситуации, думаю, головой, а не автопилотом. Давай, давай, бережи пюл. Ливерпуль. Ливерпуль, это у меня на эл получается, да? Ла-ла-ла-ла-ла. Лос-Анджелес. А, я помню, Лос-Анджелес, мой первый атлантический перелет. Хорошо, что успел тогда в Дьюти Фри. Всю дорогу спал. На полном, а в запилоте, да и все. Это получается на эс. Сантьяго. Ох, там с одной испаночкой, помню, познакомился. Жгучая. У нас как раз стоянка три часа. Так она мне все три часа испанскую кориду показывала. Это как? Да как? Нас ее муж, бычара, застукал, а я в красных труселях. Так он за мной по всей взятой полосе гонялся. Это получается мне на о. На о. На о, на о, на о. Дубай! Мариночка, не подсказывайте. Тем более неправильно. Ему на о, а вы на д. Надет два дебила. Мы два часа назад должны были в Дубаях сесть. Что? Приготовиться к развороту. Есть. Омск. Тебе на омск. Да хватит уже, разворачивайтесь. Идиоты, не так резко. Мы закончили играть в города, начинаем в белье. Старт. Точно в луну. На троих. Субтитры подогнал «Симон»